Даниила и Лариса 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 Все-все, дегустатор, хватит. В чем мы отступаем от рецепта 1938 года? Это в засолке. Так, я сказал, хватит. В засолке. В 1938 году, да и значительно позже, по-моему, до 1973 или до 1975 года, при засолке колбасных изделий использовали селитру. Мы используем метритную соль. На килограмм сырого сырья мы будем использовать смесь из 13,5 грамм нитритной соли и 13,5 грамм поваренной соли. Нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,6%. То есть совершенно безвредная для организма. Необходимо в данном случае нам для того, чтобы наши сосиски имели красивый розовый цвет, а не землисто-серый. В первую очередь нам надо, друзья, засолить мясо. В дальнейшей обработке мясо мы будем обрабатывать отдельно. Отдельно свинину, отдельно говядину. Поэтому при засолке я режу мясо разными кусочками, чтобы... Ну, хотя свинину с говядиной, конечно, сложно перепутать, даже в засоленном виде. Но вот свинину порежу вот таким вот образом на полоски, а говядину порежу на обычные кубики. Сейчас, друзья, порежу мясо и вернусь к вам. Для того, как мясо порезано, добавляем смесь соли, сахар. Перемешиваем и начинаем засолку. Я буду засаливать слоями для того, чтобы каждый кусочек мяса получил свою порцию соли. Вот таким вот образом. То есть наша задача, чтобы оно очень хорошо просолилось. Вообще, для вареных изделий я больше люблю засаливать фарши. Но фарши удобно засаливать, когда фарш быстрее просаливается и быстрее просаливается. Если специи добавляешь, то и специи лучше раскрываются. Но это очень неудобно, когда обработка мяса делается отдельно. То есть, вот как в данном случае отдельно обрабатывается, что маленькая у меня мысочка, отдельно обрабатывается свинина, отдельно обрабатывается говядина. Поэтому в данном случае будем засаливать в кусках. Хорошенько его все перемешиваем. Калбас приходится делать все больше и больше, а мисочки остаются те же. Вот как его сюда, этой серии впихнуть невпихуемое. Хорошенько все перемешиваем, чтобы каждый кусочек мяса обязательно получил свою порцию соли. И вот вы увидите, через два дня, какое у нас мясо красивое получится. Оно будет, оно совершенно не потеряет цвет, совершенно не потемнеет. Можете когда-нибудь сделать эксперимент. Пару кусочков мяса засолить в обычной соли. Через два дня засолки вы получите мясо землисто-серого цвета. А наше мясо, за счет того, что мы используем нитритную соль, будет иметь красивый красный цвет. Хорошо его приминаем. Суть в том, чтобы там было поменьше воздуха. Потому что воздух это всегда бактерии болезнетворные. В общем, ну конечно мы его не завакуумируем. Хотя по большому счету можно было бы и завакуумировать. Хорошенько приминаем, вот так вот. Закрываем крышкой. И на двое суток отправляем в холодильник. При температуре 4-5 градусов. На нижнюю полку холодильника там холоднее всего. А через двое суток приступим уже непосредственно к приготовлению сосисок, друзья. По прошествии двух дней засолки приступим к обработке мяса. Видите, какое оно имеет красивый красный цвет. То есть оно совершенно не посерело. И дало то мясо, которое было сверху, видите, оно здесь немножко обветрилось. То есть почему я говорил, что когда при засолке его нужно уплотнять. Чтобы оно не теряло цвет, чтобы там не было нигде воздуха. Ну, в том числе. Используем самую мелкую решетку, которая у нас есть в хозяйстве. То есть мы используем решетку 2 мм. И измельчаем мясо на мясорубке по отдельности. Вначале говядину, потом свинину. В отдельные емкости. Потому что дальше кутировать нам надо будет его тоже отдельно. Полученный фарш измельчим на кутере. Мы используем вот такой вот большой кутер. Если у вас нет, то подойдет вот такой вот, ну, от комбайна обычного измельчитель. Вполне справляется. Раньше мы колбасы делали на маленьком измельчителе. Просто, естественно, там нельзя сделать большой объем. Надо делать порциями. Смотрите, друзья. Молоко мы подморозили. Охладили его до температуры около 0 градусов. То есть оно практически начало подмерзать. Мясо у нас охлажденное. Так как перед помолом на мясорубке мы его извлекли из холодильника. То есть мясо имеет температуру сейчас где-то 4-5 градусов. Важно, чтобы в процессе кутирования мясо будет нагреваться. Так вот, важно, чтобы температура у нас не поднялась выше 10 градусов. Время от времени контролируем. Я знаю свой кутер. Он большой. За счет этого температура не поднимается. Чем меньше объем чаши, тем быстрее поднимается температура. Так вот, нам важно, чтобы температура не поднялась. Первым делом измельчаем говядину. Помещаем ее в кутер. Сюда последнего кусочка. Сюда же выливаем ледяное молоко. Естественно, закрываем крышечкой. И начинаем измельчение. Будем измельчать ориентировочно 5 минут. Через 5 минут говядина полностью измельчилась. Представляет из себя вот такой вот фарш однородный. Теперь добавим сюда свинину. Специи, которые мы заранее приготовили. Друзья, если вы хотите готовить с цитратами или с фосфатами, на этом этапе тоже их вносите. Мы готовим без. Сейчас вбиваем яйцо. И измельчаем еще 5 минут. Не забываем про контроль температуры. Температура не должна подняться выше 10 градусов. Через 5 минут кутирование. Получилась вот такая вот совершенно однородная эмульсия. Это и есть наш исходный продукт для приготовления сосисек. Друзья, контролируем температуру. Если температура близко к 10 градусам, или даже превысила их, то немедленно фарш в морозилку, чтобы он остыл. Если температура в пределах 9-10 градусов, то перемещаем его в шприц для набивки колбас. Предварительно охладив эмульсию, помещаем ее в шприц. И подготовили оболочку. Используем коллагеновую оболочку диаметром 23 миллиметра. Как раз самый подходящий, на наш взгляд, диаметр для сосисочек. Теперь, друзья, плавным движением начинаем набивать. А то я всегда газую на старте. Лучше это делать вдвоем. Конечно, некоторые приспосабливаются делать самостоятельно. Но, как по мне, значительно удобнее делать вдвоем. Вот таким вот образом набиваем одну большую сосисюнду. Если где-то попадает в оболочку воздух, не беда. Вот как в данном случае. Мы его потом оттуда выпустим. Сосисюнду у нас очень большая. И вот таким вот образом набьем всю. Получив огромную сосиску, вооружаемся шпагатом. Желательно, чтобы шпагат был или иной, или какой-то натуральный. И формируем сосиски желаемой длины. То есть никаких особых правил здесь нет. К сожалению, коллагеновая оболочка не держится при перекручивании. То есть, если ее просто перекручивать, она будет раскручиваться. Поэтому приходится каждую сосиску подвязывать. Сформировали сосисочку. Перекрутили. Разверни немножко сюда, чтобы было видно. Перекрутили. И завязываем хвостик веревочкой. Два раза завязать? Ну да. Да, я посчитал, что не надо, что и так сойдет. От нашего глазовера, естественно, зависит, одинаковые ли у нас будут сосиски. Лариса уже наловчилась. И сосиски получаются практически одинаковые. В общем, друзья, принцип, я думаю, понятен. Ничего сложного нет. Сейчас мы навяжем все сосиски. И вернемся к вам. Фух, друзья, набили мы 3,5 килограмма сосисок. Скажу вам, труд еще тот. Осматриваем сосиски на наличие воздуха. И вот так вот прокалываем иголочкой. Видите, воздух сразу же сдувается. Но особо воздуха нет. Сейчас осмотрим все. Теперь вывешиваем наши сосисочки. Желательно на сквознячке, часика на два, чтобы они полностью обсохли. После этого разогреем духовку до температуры 90 градусов. И мы с вами уже к разогретой духовке вернемся и покажем, что делать дальше. Вот, кстати, еще воздух есть. Вот, смотрите, чик, прокалываете, и он весь уходит. Вот таким вот образом. После обсушки помещаем сосисочки в духовку для термической обработки. Термическую обработку проводим в два этапа. Первый этап – обжарка при температуре 90 градусов и включенной конвекции в течение 20 минут. Ко второму этапу надо приготовить емкость с водой, которую мы сможем поставить на дно нашей духовки. Это нужно для того, чтобы... Ну, второй этап – это этап паровой варки будет. Итак, приступаем к первому этапу. Температура 90 градусов. На 20 минут оставляем наши сосисочки в духовке. Через 20 минут переходим ко второму этапу тепловой обработки. Понижаем температуру в духовке до 80 градусов. Выключаем конвекцию. На дно духовки помещаем емкость с водой. В нашем случае это будет противень с горячей водой, естественно. То есть воду мы закипятили. Она вот кипяток только из чайника. Теперь помещаем в одну из сосисок кулинарный щуп-термометр для контроля температуры внутри, ну, внутри самого, как говорится, батона. Я вообще не понимаю, но на профессиональном языке колбасников сосиска – это тоже батон. Варим сосиски методом паровой варки до достижения внутри температуры 69 градусов. При этом я понимаю, что не у всех есть щуп. То есть на всякий случай я включаю секундомер и засекаю время, сколько у нас займет процесс варки. Но это очень условно. Лучше, конечно, пользоваться щупом, потому что не все духовки четко держат температуру. Вот мы тоже поменяли духовку. Теперь у нас духовка, которая четко держит температуру. Она с более точными настройками. Но, в принципе, по времени тоже можно ориентироваться, друзья. Поэтому, как только сосиски будут готовы, я вам скажу, сколько времени они варились. К моменту готовности сосисок нам надо подготовить емкость с ледяной водой, чтобы из духовки сосиски сразу же переместить на охлаждение в емкость с ледяной водой. 40 минут, друзья. 40 минут готовились наши чудесные сосисюндры. Видите, какое облако пара. Вот это и есть паровая варка. Достигли температуры 69 градусов. Извлекаем их из духовки и немедленно в ледяную воду, чтобы они полностью охладились. И, естественно, чтобы дальнейшие процессы нагревания в них остановились. Пусть полежат в воде где-то минут 40. После этого достаем их, обсушиваем. Ну, извлекаем из воды, естественно. Обсушиваем. Даем им полностью остыть уже при комнатной температуре. А после этого, друзья, продегустируем и я вам расскажу, как их можно готовить. Кстати, 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 вот у нас в планах есть. В Киеве есть такая уникальная в своем роде фишка. Называется киевские перепычки. По-русски это, наверное, будет киевская сдоба. Уникальность в том, что в тесте для беляша, на Крещатике только одно заведение. В тесте для беляша делается особая сосиска. Невероятно вкусно. И вот на Крещатике, в это заведение, которое работало еще в 80-е годы, я еще со школы туда бегал, сейчас обычно стоит километровая очередь. Вот на основе этих молочных сосисок мы вам и покажем, как приготовить киевские перепычки или киевскую сдобу. Но это уже тема для следующего видео. А сейчас мы пока ждем, чтобы сосиски наши остыли. И будем с вами их дегустировать. Сосисюндры остыли. И одну мы даже отварили. Отварили для того, чтобы продегустировать. Коллагеновая оболочка снимается очень легко. Чик. Разрежем, друзья. Покажу вам разрез. И потом расскажу, какая она на вкус. Ага, мой главный дегустатор уже в кадре. Ну что ж, первым продегустировать. Главному дегустатору аккуратно только на горячий. Посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья, на разрез домашней сосиски. Он прекрасен. Просто розовый цвет, потрясающий. Немножко обжаренная корочка. Ну, по-моему, все идеально. Давайте сейчас попробуем на вкус. Ну что, дорогие друзья. Сосиски по рецепту 1938 года. Попробую сейчас описать. Но описать сложно. Я уже попробовал, если честно. Они потрясающие. Молочные сосиски. Я такие ел только в детстве. Правда, честно. Я не знаю, как описать вкус. Настолько все идеально сбалансировано. Она настолько вкусная. Ну, сейчас таких сосисок не купишь. Поэтому вот даже то, о чем я говорил. Это киевская сдоба. Ну, или сосиска в дрожжевом тесте. Которая будет отдельным видео. Там, на самом деле, сейчас уже не та сосиска. Сейчас там такая современная уже. Эти сосиски просто потрясающие. Их даже не хочется портить вкусом горчицы какой-то. Ну, какими-то дополнительными усилителями. К ним не нужен кетчуп. К ним не нужна горчица. Они просто офигительные. Они реально офигительные. Дорогие друзья. С удовольствием представляем вам рецепт сосисок молочных высшего сорта. По рецепту 1938 года. По ГОСТу 1938 года. Попробуйте приготовить. Вы, правда, не пожалеете. Да, реально очень вкусно. Ну, вот... Через объектив камеры, к сожалению, я не могу передать, насколько это вкусно. Поэтому пробуйте. Если есть какие-то вопросы, естественно, задавайте их в комментариях. На все вопросы мы с Ларисой отвечаем. Ну, и надеюсь, что видео было для вас полезным, друзья. Подписывайтесь на наш канал, а мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго. Пока.